добрый день и мы начинаем наш новый сериал первый сериал итоги будут объявлены 9 числа добрый день сынок привет удачи тебе на экзамене наш новый сериал это будет новая тема тема будет подготовка к криопереносу мы с пациенткой готовимся на криоперенос краткий анамнез пациента пациентке 38 лет пациентка пришла ко мне буквально в прошлом цикле значит проблема в чем проблема в том что у нее есть хронический эндометрит очень тонкий эндометрий пациентке в прошлом году была программа программа эко по омс было получено 4 эмбриона два перенесено беременность не наступила один эмбрион он был с поврежденной оболочкой вот то есть он не подлежит переносу и он и остался один эмбрион пациентка забрала эмбрион из другой клиники перевезла в нашу клинику и вот мы с ней готовимся на перенос что хочу показать рассказать то есть пациентка со слов пациентки эндометрий максимальный размер достигал 7 миллиметров то есть пациентка не реагирует на эстрогены что мы за этот краткий промежуток прошли с моей пациенткой меньше месяца мы знакомы то есть придя ей сразу назначила она прошла у меня уже хороший курс антибактериальной терапии мы прошли с ней физиотерапию сегодня у пациентки шестой день менструального цикла она принимала заместительную гормонотерапию до меня сейчас мы с пациенткой начинаем подготавливаться программе если будет интересно смотрите не я не пациентка не вы мы не знаем что мы получим я впервые вижу этот эндометрий сейчас вам его покажу и буду с ним работать вернее уже прошла первый этап подготовки вот повторю что мы прошли курс противовоспалительной терапии хороший добрый день сегодня мы с пациенткой будем делать курс пирпи мы будем краткими обзорами показывать stories часть нашей истории сегодня у нас только первая серия и так и 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 начинаем наш новый сериал то есть подготовка к рио переносу хронический эндометрит эндометрий еще раз говорю гипопластический вариант то есть очень очень тоненький и так начинаем смотреть пирпи согласие пациентки наверно тоже покажем нет я не в прямом конечно же что вот так что будем наблюдать следующие когда вторая серия будет обязательно напишу и объявлю смотрите наблюдайте очень интересно мне самой интересно я даже не знаю что нас ждет честно может быть что мы не будем делать переносы в этом цикле мы уже все обговорили так что у нас есть модель для крио переноса с очень очень тонким эндометрием ну и начинаем шестой день менструального цикла сейчас мне помогает моя медсестра карамат вы ее все знаете ну и поехали сейчас я сейчас секундочку тут интернет у меня подвисать да будьте так добры вот так так и так вот я посмотрела предварительно желаю долгожденного материнства спасибо огромное мы будем работать поэтому будем здесь смотреть наблюдать когда у нас будут следующие эфиры что как у нас будет вести себя эндометрий посмотрим повторюсь то есть у пациента есть проблема то есть хронический время эндометрии диагноз да то есть проблема с ростом эндометрия то есть я первый раз вижу ультразвуковую картину этой пациентки делюсь с вами то есть смотрите шестой день пациент прошел курс антибактериальной терапии и связи что у нас было магнитотерапию прошли мы пока что мы видим мы для шестого дня вот такой вот эндометрий на сегодняшний день он составляет 3,6 миллиметра 3,6 миллиметра видите да то есть у него появилась для сегодняшнего дня то есть очерчена трехслойность мы видим вот он то есть это вот базальная лист базальная мембрана вернее передние задние листочки и вот их смыкание этой этого эндометрия то есть видно да то есть у пациентки он не чувствителен к эстрогенам не чувствителен к эстрогенам эндометрии поэтому естественно здесь какую дозировку давайте результата мы не получим это мы видим левый яичник посмотрите внимательно значит мы видим что здесь вот он левый яичник пожалуйста здесь у нас мы насчитали 4 фолликула 4 фолликула далее смотрим правый яичник правый яичник вот он он вот он он правый яичник видите да то есть он уменьшен по размерам вот она ткань его и здесь мы видим на сегодняшний день два фолликула 1 3 здесь совсем прям маленький 2 и так весь акцент идет на эндометрии мы планируем с пациенткой в этом цикле идти в естественном цикле поэтому сейчас мы оценили эндометрии мы начнем терапию и сегодня сейчас прям пациентке будет проведена prp терапия то есть плазма терапия и будем показывать в эфире и так секунду пожалуйста пожалуйста буквально секундочку вашего внимания ну что интересно буду делиться с вами очень интересная тема люблю работа с эндометритами особенно когда они не поддаются это очень интересно поэтому я желаю вам всем прекрасного дня поздравляю вас сегодня кстати 10 лет инстаграму так что с таким праздником мы все и начинаем работу так что смотрите в stories у вас будет сегодня возможность увидеть пирпи следующая когда будет у нас серия 2 эфир мы присаживайтесь я обязательно напишу целую люблю как всегда ваша вы ходите аха отлично конечно присаживайтесь присаживайтесь не волнуйтесь все целуенько мои дорогие